Добрый день! Сегодня мы с вами приступим к курсу, который будет занимать 16 уроков. Наша цель научиться говорить по-английски. Я уверен, что для этого нужно не более нескольких дней. Хочу сообщить вам радостную весть. Помимо того, что курс у нас достаточно компактный, то есть это не годы и не месяцы, вам кое-что придется делать самостоятельно. Но еще одна хорошая новость, вам не придется часами сидеть и делать какие-то уроки. Во-первых, потому что это нереально. Я попрошу вас в течение нескольких минут каждый день повторять определенные вещи, которые я вам буду предлагать делать в конце каждого занятия. Одна, две, три, пять минут, может быть, два-три раза в день для того, чтобы повторять определенные структуры. Для чего это нужно? Объем информации, которую действительно стоит освоить, выучить, забить себя, не превышает таблицу умножения. Потребуется довести несколько базовых структур до автоматизма. Итак, первая схема – это схема глагола. Глагол в каждом языке – это основа. Причем надо сказать, вот когда мы говорили о количестве слов, которые необходимо освоить, есть такая статистика. 90% нашей речи, независимо от нашего возраста, уровня образования, языка, на котором мы говорим, 90% человеческой речи приходится на 300-350 слов. Кстати, из списка вот этих базовых 300 слов глаголы занимают 50-60. По логике использования глаголов мы можем говорить либо о настоящем, либо о будущем, либо о прошлом. Мы можем что-то либо утверждать, либо отрицать, либо спрашивать, задавать вопрос. Девять возможных вариантов высказывания. Возьмем какой-нибудь глагол «love», да, «любить». Параллельно с глаголом то, что дает ему функциональность – это система местоимений. Чтобы сказать по-английски «я люблю» – «I love». И эта же форма действует для слов «you», «we», «they». «You love» означает «ты любишь» или «вы любите». Теперь, если лицо третье, то есть «он», «она», «he», «she», то здесь у нас добавляется буква «s». «Он любит», «he loves», «она любит», «she loves». То есть вот основная форма. Время – настоящее, утверждение. В любом языке, за который мы не взялись, по моему убеждению, надо все формы глагола давать сразу. Для того, чтобы образовать прошедшее время, добавляется буква «d». «Я любил», «I loved», «ты любил», «you loved», «он любил», «he loved», «she loved», «we loved», «мы любили», «they loved», «они любили». Будущее время. Как образуется? Всего лишь ко всем вот этим местоимениям, от «I» до всех остальных, добавляется вот такое вспомогательное слово «will». «Я буду любить» «I will love», «ты будешь любить» «you will love», «он полюбит» «he will love», «она полюбит» «she will love». А «shell»? Отменили. Все? Да? Уже отменили? Последние 30 лет слово «shell» используется только в юридической, в канцелярской. И вот, собственно говоря, мы с вами имеем утвердительную форму. Здесь пока все понятно, да? А «it» – это что у нас? «It» нет. В английском языке нет слова «оно», потому что нет рода. А как это? То есть в русском языке есть понятие «мужской», «женский», «средний род». В английском языке нет ни одного. Слово «it» означает просто «это». Оно никакого отношения к «оно» не имеет. «Он», «она». Это слова, указывающие на половую принадлежность человека, но это не грамматический род. То есть в русском языке есть «большой», «большая», «большое». В английском языке этого нет. Там все будет «биг». Итак, вот, если мы подставим на место «love» аналогичный глагол, вот из этого базового списка. «Live», например, «жить». Что мы будем иметь? «Я живу». «I live», «you live», «he lives», «she lives». В прошедшем времени что? Добавляется то же самое «d». «I lived», «he lived», «we lived». «В будущем я буду жить». Как будет? «I will live». «Он будет жить». Отрицательная форма. Что у нас происходит здесь? Вот ко всем этим словам добавляется еще вот такая структура «don't». «I don't love», «я не люблю», «ты не любишь», «you don't love», «мы не любим», «we don't love», «они не любят», «they don't love». Когда он и она, то есть третье лицо, он и она, то структура имеет форму «doesn't», «doesn't love». То есть он не любит «he doesn't love», «она не любит», «she doesn't love». Слушай, «I didn't». Вот мы как раз к нему подошли. Вот здесь все слова «I», «you», «we», «they», «he», «she», вот здесь «didn't». То есть отрицание в прошедшем времени. Кстати, хочу сказать, что вот эта структура самая трудная, самая главная, самая первая в английском языке. Освоил ее, освоил половину языка, считай. Дальше. Отрицание в будущем. «Will not». «Will not love». «I will not love», «you will not love». Мне кажется, потом другой глагол нужно сделать. Сейчас подойдем. Мы все глаголы прокрутим через «а». По поводу «вип». Значит, осталась нам форма вопроса. Здесь появляется вот такое. Смогательное слово. «Do I love?» «Люблю ли я?» «Do you love?» «Do we love?» «Do they love?» «Если он или она, то «does». Вопрос в прошедшем времени. Любила ли ты? Любил ли я? Любил ли он?» Что? Здесь у нас везде «did». И вопрос в будущем. «Полюблю ли я?» «Полюбишь ли ты?» «Полюбцию ли я?» Впереди ставится «will». «Will I you?» «Will I love?» «Will you love?» «Will he love?» Вот. Смотрите. Итак, две системы координат. Сначала мы уясняем для себя, что я утверждаю, спрашиваю или отрицаю. Второе, что мы уясняем, Это было, есть или будет. Происходит сейчас, происходило раньше или произойдет в будущем. Вот этот список где-то 50-60 глаголов, которые каждый человек постоянно использует. То есть есть, конечно, тысячи других, но они занимают 10%. А вот есть вот несколько десятков, которыми мы пользуемся постоянно. Из них половина вот такие, как love или live. Или, например, work. Работать. Или, например, open. Открыть. Или, например, close. Закрыть. Но есть другая половина, которые вызывают благоговение и ужас, потому что называются неправильными. И потому что с детства все помнят вот эти таблицы с тремя формами, сотни каких-то глаголов. Так вот, на самом деле, в базовом списке, который нам и надо освоить, довести до автоматизма, их половина. То есть, ну, 20-30 глаголов, которые нам надо действительно освоить. Возьмем неправильный, супернеправильный глагол «видеть». Что с ним происходит? Я вижу. I see. Он видит. He sees. Вроде все стандартно. Ничего страшного не происходит. Я увижу. I will see. Не увижу. I will not see. Я не вижу. I don't see. Он не видит. He doesn't see. Мы не видели. We didn't see. То есть, ничего не меняется. Ничего не меняется. Ты видел? Как сказать? Вопрос. Did you see? Did you see? Да. Did you see? Как сказать, ты видишь? Do you see? Вот оно. А ты увидишь в будущем? You will see? Вот вопрос. Will you see? Will you see? Да. Не you will see? Опять. А не you will see? Нет. You will see? Если утверждение. А это вопрос. Если вопрос, то сначала идет will. Will вперед. Так вот. И только в одном месте из девяти возможных появляется непотребная форма со. Это в каком же? Это с прошедшим. Итак, значит, только в одном месте утверждение в прошедшем времени, то есть из девяти в одном. Причем неправильные глаголы могут быть только очень употребительными. Потому что по ходу истории они так часто используются, что неизбежно искажаются. Это что, что на зло так придумано вообще? Не теряюсь. Исключительно. Вот это базовая, самая главная система глагола. Третья форма, до которой мы дойдем, это причастие. Поэтому его не надо валить в кушу с формой глагола. Причастие – значит сделанное, увиденное, съеденное и так далее. Итак. Как мы изображаем форму прошедшего времени? В си, со, в скобках пишем вот эту форму. И мы знаем, что то, что в скобках, оно только в одном месте. Прошедшее время – утвердительная форма. Во всех остальных случаях обычная си. Правильный, неправильный. Итак, ну например, приходить – come. Значит, во всех формах, глагол неправильный, я прихожу – I come, я приду – I will come. Ты придешь – will you come? Она не приходила – she didn't come. А он приходил – did he come? И только в одном месте – я пришел, ты пришел, мы пришли – будет вот то, что здесь. Came. То есть в упростительном прошлом все равно у нас есть… Везде, везде, везде. Смотрите, вот почему нужна такая си. Везде она – she comes, правильно? S также мы добавляем. Все против. Все правильно. Все правильно. Нет, это все только прошло. Это же прошлая форма came. Исторически секрет здесь вот в чем заключается. Слово do, вот это – did. А, мы меняем только do. Did, да, да. То есть did – это вообще, да? Оно по себе означает делать. И носитель языка, он может быть вообще неграмотным и не видеть этих схем, но говорит. И он воспринимает это слово, как делают. Делал ли ты это? То есть при помощи do я уже показываю… Делал ли ты любовь, получаю. Делал ли ты любовь, получаю. Как только начинается слово did, уже понятно, что это вопрос в прошедшем времени. Возьмем еще go, у которого в аналогичной ситуации будет форма went. Ну и, например, знать. Знать – это no, да? А неправильная форма – new. И что мы делаем? Вы берете глагол и прокручиваете его по всем этим формам. Занимает это от 20 до 30 секунд. Потом берете другой глагол. При освоении структур регулярность повторения намного важнее, чем объем времени. Это очень важно. Это очень важно. И вы убедитесь, что через 2, 3, 4 занятия эта структура будет работать автоматически. Значит, когда возникает какая-то фраза, мы должны решить две задачи. Первое – это было, есть или будет. И второе – утверждаю, спрашиваю или отрицаю. С глаголом, например, открывать. Открывать – это open, да? Да. I open. Как сказать? Я открою. I will open. Я открыл. Просто добавляйся в open – D. Это все. D, open. I open. Все. Как спросить? Ты открываешь? Вопрос. Время настоящее. С чего начинается? Do you open? Да. Она открывает? Does she open? Да. А как спросить? Ты открыл? Get you open. Ты откроешь? Will you open? Так. Я не буду открывать. I will not open. Мы не открывали. Не открывали – это didn't. I didn't. We didn't open. We didn't know. Didn't open. Хорошо. Если наоборот закрывать, Дарья, как мы скажем? Я закрываю. I close. Я закрою. I will close. А ты закроешь? Will you close? Я не закрою. I will not close. Я закрыл. I closed. 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 I closed. А она не закрыла. She didn't close. А ты закрыл? Did you close? Угу. Я не закрываю. I don't close. И он не закрывает. He doesn't close. Да. Вот. То есть вот эта структура самая трудная, самая первая, которую надо повторением ее 20 и 120 и больше раз, но все равно это вопрос нескольких дней. Довести до автоматизма. Пожалуйста, Аня, как вы скажете, я буду знать? I will know. Ты знаешь? Do you know? Он знает? Does he know? Она знает? Does she know? Я не знал. I didn't know. И я не буду знать. I will not know. Угу. А он знал. He knew. Да, совершенно верно. Так. Владимир, глагол Видеть. Я вижу. I see. А ты видишь? Do you see? Ты увидишь? Will you see? Да. В прошлом ты видел? Do you see? А он не видел. He didn't see. He didn't see, да. Он не видит. He? А, he doesn't see. А это не видит. И не увидит. He will not see. Да. Отлично. А как сказать? Ты пойдешь? Will you go? Я пойду. I will go. А он не пойдет. He will not go. Угу. Ты ходил? Did you go? Я ходил. I went. Она не ходила. She didn't go. She didn't go. She didn't go. Он ходит? Does he go? Он ходит, она не ходит. He goes. She doesn't go. She doesn't go. Как сказать? Мы работали. We worked. Угу. А вы работали? Did you work? Мы не работали. We doesn't work. Прошедшее отрицание. We didn't work. Угу. Но мы будем работать. We will work. Угу. А он будет работать? Will he work? Он не будет работать. He will not work. Он будет думать. He will think? Think, да. Я буду жить. Я утверждаю. Я буду жить. I will live. I will live. I will live. А они не будут жить. Will not live. They will not live. Ты жил? You live? Вопрос в прошедшем. Did you live? Да. Я жил. I live. Она живет? Вопрос. Да. Does she live? Угу. Does she live? Она живет. She lives. She lives. Ты будешь жить? Вопрос в будущее. Will you live? Will you live? Угу. Если начинать и заканчивать, старт, финиш. Оба правильные глагола. И старт. И финиш. Как сказать? Я заканчиваю. I finish. Как я заканчиваю? I finish, да. То есть сейчас. Угу. Они не заканчивают. They don't finish. Вы закончите? Will you finish? Угу. Мы закончили. We finished. Они не закончили. They didn't finish. Угу. Она заканчивает? Does she finish? Она не заканчивает. She doesn't finish. Угу. Вот. Ну, от вас требуются эти глаголы, или, может быть, даже другие, которые вы знаете, проспрягать, то есть прокрутить вот через эту схему, через эту базовую конструкцию. Это желательно сделать, ну, несколько раз. Это занимает очень немного времени. Но это имеет очень большой эффект. Да, нужно немножко тренироваться просто. Это приведет к тому, что через пару дней эта структура будет работать автоматически. На этом мы закончим наше первое занятие. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. А теперь информация для зрителей. Скопируйте себе эту таблицу, пусть она будет и у вас. Достаточно несколько раз в день спрягать английские глаголы, знакомые вам, по этой схеме, и вскоре вы овладеете ей до автоматизма. Итак, мы выстраиваем эту схему по принципу три формы высказывания и три времени. Времена по всей логике подразделяются на настоящее, прошедшее и будущее, а форма высказывания может быть утвердительной, отрицательной или же вопросительной. В центре мы видим утвердительную форму настоящего времени. Это основная форма глагола, и лишь в третьем лице, после местоимений he or she, мы добавляем букву s, то есть love превращается в loves. В будущем времени мы добавляем вспомогательное слово will, общее для всех местоимений. В прошедшем времени для правильных глаголов мы добавляем окончание di, то есть love превращается в loved. У неправильных глаголов своеобразная форма, которую мы указываем в скобках. Отрицательная форма. В настоящем времени для местоимений I, you, we и they мы добавляем вспомогательную форму don't, для третьего лица he и she doesn't. Отрицательная форма будущего времени. Здесь мы добавляем отрицательную частицу not, то есть получается форма I will not love. Это форма тоже общая для всех местоимений. Отрицательная форма прошедшего времени. Did not или сокращенный вариант didn't. Общий также для всех. Вопросительная форма. В настоящее время для местоимений I, you, we и they мы добавляем вспомогательный глагол do. Общая форма получается do I love. Для местоимений третьего лица he и she вспомогательным глаголом является does. Does he love. Вопросительная форма будущего времени. Здесь мы используем вспомогательный глагол will, который выносится перед местоимением. Will I love? Will they love? Will he love? Вопросительная форма прошедшего времени. Вспомогательный глагол did, общий для всех местоимений. Did I love? Did we love? Did she love? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова